Добрый день, Александр Геннадьевич. Только что состоялось судебное заседание в Дзержинском районном суде. Вы могли прокомментировать, по какому поводу, по какой причине оно состоялось? 7.11.2012 года в УКЗ состоялся флешморт на предмет заравной права. К участникам данного флешмоба было применено, ну естественно, поскольку право на проведение митинга было гарантировано, было уведомлено надлежащим образом органы исполнительной власти, а так же органы правоохранительной. Запретов на проведение данной акции митинга не было, а потому акция являлась законной. Воспрепятствование законной акции является уголовно наказуемым. Однако, теперь уже начнем к тому, что имело место все-таки воспрепятствование проведения этой акции, были там поломаны стяги, но суть не только в материальных каких-то там повреждениях, а суть в том, что было к людям применено насилие. Одно из участниц акции было применено насилие и со стороны именно народных депутатов. Народные депутаты имеют принадлежность к партии ВОБОТ Кевщина, что я считаю характеризует... Пофамильно можно назвать? Олейник и Адарченко. Это народные депутаты фракции ВОБОТ Кевщина. Это вы говорите про тот флешмоб, который был в день рождения Юлии Тимошенко, когда там были сторонники и представители других. Я считаю, что вообще любое поведение, так сказать, не подпадающее под нормы закона, не красит народного депутата, как и любого человека. Но, с другой стороны, оно неприемлемо вообще, в принципе, к народному депутату. Если такие нарушения имеют место, я же говорю, имели место даже на насилие, использовании своего положения, благо добросовестно выполнили свой долг работники милиции, они сумели защитить тогда человека и спасти ее, как говорится, от неминуемой гибели, потому что ее чуть ли не душили, она еле-еле осталась жива, девочка молодая. В связи с этим было подано мною заявление в органы прокуратуры, которые отнеслись, на мой взгляд, было открыто, естественно, криминальное проваджение, и в рамках этого проведения криминального производства органы прокуратуры, следователи, в частности, разумные, надзирающий прокурор отнеслись... Извиняюсь, разумная это фамилия? Это следователь, да, разумная. А разумно он отнесся, как вы считаете, к проведению? Да, как раз неразумно, да, получается, как бы масломасляно, оно тоже, как бы, это характеризует, да. Формально он подошел на правил запрос одному депутату, он не явился, и на этом у него свелась вся проверка, да. Вот и все. А как бы дать какой-то еще фактаж, какую-то правовую оценку тому, что было или не было, он не удосудился. И вот сейчас, как раз же, я говорю, рассматривается в Дзержинском суде... Так вы обжаловали это постановление... Постановление, да, от 11-го... А чтобы было понятно, 3-го или 4-го января зарегистрировано уголовное производство, а 11-го уже принято решение, скажите, пожалуйста. А, и самое же интересное, я даже как заявитель не опрашивался. То есть, я же говорю, ну, не говорят там других участников и свидетелей, которые были там, никто не опрашивал. Ну, и я, насколько помню, эти события, они были освещены в СМИ, и в том числе на центральных телеканалах показывали, и даже были кадры, как действительно набрасывались на эту девочку души или там... Ну, еще имело место и со стороны, опять же, даже журналистов, что тоже, опять же, я считаю, не совсем порядочным, да, для коллектива журналистов, да, но это имело место. Есть фото запечатлено, где журналистка, на мой взгляд, пусть известна, но скандальна, да, это... Татьяна Черновол, да, которая на работника милиции срывала, у нее там повисла на шее, а потом, я не знаю, срывала или не срывала погоны, да, но это имело место. Вот, вроде бы, вкратце все. Надеюсь, что суд подойдет к этому объективно и отменит это незаконное постановление и даст свои указания по проведению определенных следственных действий. Ну, а на сегодняшнем судебном заседании, вот, каковы процессуальные последствия? Что было принято? Каковы последствий никаких. Принято было переноси, потому что, опять же, ни материал уголовного производства, ни сам следователь, ни сам прокурор не пожелали явиться. Хотя, в соответствии, УПК, я же говорю, как и в административном процессе, так и в общеобразовательном, для людей, обязанность доказывания законности принятого решения, либо какого-то действия возлагается на этот орган, и, в частности, на следователя. Ну, а вот все эти нарушения, они изложены в вашей жалобе? Да, в моей жалобе, я ее вам предоставлю, вместе с доведкой про открытие криминального права. Я же говорю, что в данном случае будем надеяться, что уголовное производство все-таки найдет своего счастливца в лице Адарченко и Олейника. И, я думаю, опять же, любая партия всегда должна давать тоже свою оценку, моральную хотя бы, да, по действию поведения депутатов, да, чтобы хотя бы в последующем такого не повторялось. Потому что говорить о законности, самим нарушать законность, я считаю, что это вообще, в принципе, неправильно, да. Это, как говорят, на воре шапка, говорю, да, так вот и вот здесь вот. Говорим о законности, а сами ее не исполняют. А скажите, вот, ну, какова была цель этого флешмоба и в чем он состоял? Вот, что хотели эти ребята? Ну, это очень, как бы, много долга. Ну, так, если кратко, да. Могу сказать, опять же, я же говорю, что уже в названии этого флешмоба «За равные права» как бы все понятно, что у нас права для всех равны, да. Должны быть. Да, должны быть. Как для больных Иванова, так и для больной Тимошенко. Как для заключенного Сидорова, так и для заключенного Тимошенко, да. А не иметь место привели игрованности, либо избирательности к определенным личностям. Опять же, народные депутаты служат всем, а не конкретно избранным имитам, люлям. Вот и все. И защищают они права тоже, не отдельно взятая Тимошенко, а права всех граждан. И вот, как опять же говорю, подтверждение на фоне равенства прав, равенства закона, да. Что закон один для всех, да. И как раз имело место, опять же, людям, вот в его батьевщина это не понравилось. А, соответственно, если это не понравилось в принципе, да, ну, как можно говорить уже о положительности, назовем так, принципиальной. И принципиальном отношении к своим действиям, к своим избирателям, гражданам. А вот такой вопрос. Ну, в Харькове уже не единожды проходили различные флешмобы, ну, чаще всего их проводила оппозиция. Вот вам известно, как правозащитнику, что были какие-то такие эксцессы, силовые столкновения во время проведения флешмобов других политических сил? Естественно, я считаю, это правильно вы как бы задали вопрос. Это опять как бы характеризует и показывает уровень интеллектуального развития, уровень нравственного развития отдельно взятых людей, да, что имеет место, во-первых, флешмобов во всем мире, является одним из видов выражения своих взглядов, да. За все время проведения таких театрализованных представлений флешмобов, да, во всем мире, это, наверное, первый случай, когда к участникам применялось, не просто там запрещалось, да, а применялось физическое насилие. Хотя, как бы, проводятся и в отношении нашей центральной исполнительной власти со стороны оппозиции, да, такие флешмобы, со стороны на местном уровне, там, в частности, про Харьков, если мы говорим, там, да, городскому голове часто подобные флешмобы оппозиции предпринимают и осуществляют на площади свободы, возле обл. администрации. Они носят тоже, как бы, на мой взгляд, даже как простого гражданина, не очень корректные виды, но ни разу не имело места о том, чтобы какому-то даже участнику этой акции флешмобов было применено насилие. А здесь, как бы, подчеркивается, то те люди, которые оппозиции говорят о законности, сами ее нарушают. Я говорю, на специально, на подчеркнутой теме о законности, о равенстве и показывать, как бы, свой образ, я считаю, это, как бы, Ну, а вот у меня еще вопрос по отношению правоохранительных органов. Вот скажите, то есть, вот смоделируем эту ситуацию со знаком наоборот, да? То есть, сейчас, можно я просто вопрос задам, Александр Геонидович? Ну, смотрите, то есть, смоделируем эту ситуацию, да? То есть, у вас на флешмобе, насколько я помню, то есть, сторонники Тимошенко рвали, бросали на пол книги Шумана, там, аферистка Тимошенко, разрывали, бросали. Да, вот смоделируем ситуацию, допустим, проводится пикет, ну, скажем, там, против, или флешмоб, да, направленный, там, против Харьковского городского головы губернатора, неважно. Имеются у них какие-то, там, допустим, агитационные материалы? Вот если бы, как вы считаете, если бы подошли, допустим, противники этого пикета, начали рвать, метать, сбрасывать на пол их агитационную продукцию, душить, толкать этих людей, вот как бы отрагировали правоохранительные органы, и что бы было в СМИ? Ну, как правоохранительные, я думаю, что, опять же, они бы точно так же, это сейчас, как бы, болезнь всей системы, и судебная, и правоохранительная, и отдельной ветви прокуратуры, это болезни, да, это формализм, неумение, незнание, поэтому, знаете, как вот часто у нас говорят, что, типа, у нас там правоохранительные органы работают на это. Да нет, это проблема, говорю, как бы, болезнь всей системы. Это моя точка зрения, поскольку я часто принимаю участие в различных практикующих юристов, да. А теперь, я говорю, относительно от СМИ, вот здесь, как бы, это вы, тоже, опять, на мой взгляд, очень бы, зачем моделировать? Есть множество примеров, где бы СМИ уже сказала, международный скандал, вы что, книгу немецкого журналиста была разорвана, и не одна, то есть это вообще, это международный был бы скандал, это уже бы были и ПАСЭ, и ЕвропАСЭ, и все, что хотите, и Сенаты, и куча различных этих приездов, мировых делегаций, это был бы мировой бы скандал, если бы это произошло, как говорится, со стороны, как говорится, вернее, не со стороны, а в отношении оппозиции. СМИ бы уже говорили о предвзятости, говорили о том, что правоохранительные органы плохие, что судебная система не может защитить, опять бы во всем вывинили бы, что политические какие-то репрессии, скандалы и тому подобное. То есть, это даже не надо моделировать, это есть масса тому примеров. Поэтому здесь и моделировать не надо. Но вы все-таки надеетесь на положительное решение суда, чтобы пройдено? Я надеюсь на положительное, поскольку в данном случае, я же говорю, и всегда всем говорю, да, стучитесь и вам откроются, да, поэтому под лежачий камень вода не течет, а защищать свои права надо. Это, как бы, опять же, положительный пример из реальной жизни, да, где я надеюсь, что мы отстоим свои права. И в конечном итоге виновные будут преданы, как говорится, суду. Спасибо вам. Спасибо. Дзержинский районный суд.